Дети берутся. Ну, типа, у него позиция такая, все наркоманы должны сдохнуть. Он даже сейчас в моем лечении вообще не участвует. Мы же ему говорили, что можно мое молоко продавать, типа, торчкам, типа, солевое молоко, блять. Посадили, кстати, его. У меня даже на самом деле была мысль, типа, что если будут торчать, то, типа, там, само что-то стучится, и все, и умрет ребенок. Добрый вечер. Сказала, что не хочет больше сниматься. Ну, да. Почему? Ну, что времени много отнимает. А сколько у тебя отнимает, например? Я не знаю, но я теряюсь из-за съемок, терялась. Не знаю, как сейчас. Это решение к тебе сама пришло, или тебе кто-то подсказывал? Да нет, да почему я сама? Мы сидели, общались там два часа в кабинете, обсуждали какие-то нюансы в съемок, и через 15 минут... Ну, у меня уже тогда было какое-то... Ну, я же высказывала свое недовольство насчет съемок. Ну, и вот, что-то я так подумала, бля, ну, раз я так недовольна, зачем? Сейчас успокоилась? Ну, более-менее, да, перерыв прошел. А, сейчас кончилось. Один из самых частых комментариев на канале сейчас, что, ну, не верю. Мы сняли про закладчика, говорят, не верю, какой он закладчик. Сняли про Катю, не верю, что кололась. Сняли про Семена, не верю, что наркоман. Короче, кого не покажем, все не верят, что... То есть, ну, я думаю, что, как бы, все подставные. Поэтому я думаю, когда там выйдет этот выпуск с тобой, то есть, таких сообщений будет еще больше. Потому что... Сколько тебе лет? 19. А сколько ты здесь тусуешь? 4 месяца будет через пару дней. Или, я понимаю, 28-го числа 4 месяца. А какого у тебя было старше употребление? 3 года. То есть, ты же 16 лет? Да. А на то, ну, что ты употребляла? Все. Ну, соль. Сначала... Ну, поначалу я укурила гашек. Ну, там буквально месяц. Попробовала. У ту бары неужела, и мы с ним укурили утром гашек, и я обратно спать вырубалась. Ну, это так, типа, раз в неделю потом. А потом сразу соль начало употреблять. И вот соль, иногда колеса, меф. Это все, в принципе, метамфетамины, метадон я пробовала. Вот недавно, типа, летом. То есть, можно будет сделать оглавление ролика солевая? Можно. Я соливаю. Да? Обидно? Да нет, что, правда. Что бежать? Хорошо. Только я не кололась. Никогда. Как получилось? Какая у тебя семья? Расскажи, пожалуйста, у тебя. Детство? Детство. Ну, в формате семьи. Ну, у нас семья такая, папа с мамой, они постоянно ссорятся. У нас нет главного в семье, у нас постоянные ссоры между папой и мамой. У мамы одно видение, у папы другое. Ну, в детстве что было? Папа меня постоянно на секции отправлял, типа, у него, главное, это, типа, спорт, учеба. Мама такая, типа, ну, как я помню в детстве, она такая, типа, не то что то есть, то нет, но меньше помню, чем папа, потому что она такая достаточно. Почти всегда всех защищала детей, когда папа кричал, а папа такой прям строгий, типа, главное, учись, занимайся спортом, ну, такое. Ну, у тебя образцовывает детей? Ну, с виду, да, если смотреть изнутри, то не очень. А мама, ну, мама, в принципе, да нормально, и что. Ну, только вот, единственное, что было плохо, что она знала, что я употребляю все время, и, типа, три года, наверное, делала вид, что, типа, сама пройдет, еще что-то. Вот это, я думаю, было неправильно. А как она знала? Ну, видно по мне было, ну, стоп, у меня муж наркоман, об этом она знала почти с самого начала. Я думаю, то, что, ну, видно было, что мы с ней оба обдолбанные домой приходим, по глазам, также по поведению, я думаю, она замечала. Да, ну, типа, полили прям конкретно в первый раз, ну, типа, ничего не делали. То есть у тебя в 19 лет, ты вышла замуж во сколько? В 16. Ты вышла замуж в 16? Да. А родила? Ну, почти в 17. То есть ты выходила замуж уже беременна? Да. Он у меня на полгода старше. Ему 20-24 января будет. Угу. Вот, ну, вот мы познакомились, что-то встречались, что-то гуляли. Жить сразу я у него стала. Он в Тосной, там, живет в загородном доме. С мамой его жили и с братьями, и с девушкой брата. Ну, что-то жили, мы потом как-то, вот именно употребление моё с ним началось. То есть мы сидели дома у него, он курил соль, и спрашивает, типа, у меня будешь? Я что, сначала говорю, да не-не-не, а потом что-то, ну, а что нет-то, ничего не случится-то. И вот так началось, что сначала, может, раз в месяц, потом всё чаще-чаще. Это вы жили уже, вместе? Да. Но ещё женатку не были? Нет, ну, это вот только начало. Угу. Это вот только, наверное, сентябрь, а сейчас мы начали 23-го июля. И вот сразу началось употребление, у нас всё очень быстро, это всё раскрутилось. Вот мы торчали, торчали. Ну, потом я забеременела, это было, наверное, в октябре. Я не знаю точно, когда это произошло. Ну вот, забеременела я примерно в октябре. И вот первое время мы ещё употребляли, пока я была беременная. Ну, его мама знала, что наркоман, его уже до этого возили на кучу реабилитаций. Ну, на три или на две, не помню точно. И мама его знала, что он наркоман. Моя мама потом тоже узнала. Но относились, типа, ну, не, ну, понятное дело, там было, орали на него, ещё что-то. Но никто не был против наших отношений. Они думали, они вообще считали меня, то, что мама его называла меня ангел-спаситель, она не знала, что я с ним торчу. Ну вот. Забеременела ты под солями? Нет, скорее всего, под колёсами. Под колёсами? Экстази. Помнишь тот день? Да, я все дни помню. Но это не факт, что в этот день было. Но я думаю, что в этот... У нас это... Я не помню, зачем. Ну, короче, мы ели колёса с ним каждое 23-е число. Колёса это что такое? Экстази. Угу. Ну, типа, 23-е, типа, это наши годовщины, типа, мы 23-го начали встречаться. Вот каждый месяц мы ели колёса. Ну, почти. Ну, и вот. Я думаю, это было в этот день. Ну, расскажи, как это происходит. То есть... Как дети берутся? Нет, как день у вас? Откуда вы брали деньги? Деньги? Ну, он ходил, воровал по магазинам со своими друзьями. В пятёрочках там кофе, сыр, колбасы. А я ходила такая рядышком, просто там носила в рюкзаке там это кофе, помогала продавать. И вот так, типа, вот с утра выходим, воровство, дальше продажа наворованного в ларьках всяких, потом закидывание денег в сберочи, потом идём закладом. Когда ты знала, что ты беременна? Я даже не... Мне мама... А, мне мама одновременно провела тест на наркотики и на беременность. Я не помню, какой это был месяц. И вот мне показала и на беременности положительные, и на наркотиках положительные. Ну, мама на меня наорала. Я тогда отмазалась, что это... Мам, да мы с Ваней колёса просто съели. Вот. А отец был вообще не в курсе ничего? Да папа в курсе, но он, типа, у него позиция такая, все наркоманы должны сдохнуть. Он даже сейчас в моём лечении вообще не участвует. И у него до сих пор эта позиция, что все наркоманы должны сдохнуть. Именно поэтому мы не будем с ним жить. Я, мама и дочь моя будем жить на съёмной. Благодаря маме ты узнала, что ты беременна? Угу. Твои действия? Да никакие, типа... Я боялась сказать, что я хочу сделать аборт. Вот мне не хотела рожить в 16 лет. Ну, это, типа, незапланированная беременность, ну, кто захочет рожать. С таким образом жизни, тем более, как у меня. Вот я боялась сказать, поэтому сказала, да, я хорошо, я буду рожать. Потом дальше торчать продолжила беременная. Когда узнал? Макрошу. Тогда же, когда и я. Сразу же? Да. Что сказал? Он сказал, типа, да, всё, надо сделать аборт, какой ребёнок. На него там его родители начали, типа, говорить, типа, какой ребёнок, понимаешь, это твой малыш, вот папа ему сказал, прям до сих пор помню. Он говорит, типа, ну и что, типа, мне сколько лет, мне это не надо. Ну, вот, ну, больше, короче, родители. Было решение родителей, что я буду рожать и его, и моих. Я просто боялась сказать, что я не хочу. Ну, на самом деле, хорошо, что не сказала. Я очень рада, на самом деле, что у меня дочка есть. Я рада, что она здоровая вообще, несмотря на то, что я употребляла. Окей, то есть 9 месяцев? 9, нормально всё родила. И все 9 месяцев ты торчала? Ну, да. Мне вообще было по барабану. Ну, это стрёмная херня. Ну, мне прям вообще без разницы было. У меня даже, на самом деле, была мысль, типа, что если будут торчать, то, типа, там, само что-то случится, и всё, и умрёт ребёнок. Ну, то есть ты никак не взаимодействовала с ребёнком во время... Вообще. Не, ну, иногда у меня было, типа, вот, блин, сейчас дочка родится, но это... Как это, уходила сразу же, как я так употребляла. Думала, блин, зачем она мне, это мне будет неудобно употреблять, гулять, типа, ответственность. Все мои друзья смогут там гулять, спокойно пить, ещё что-то. А мне придётся дома сидеть. Последние недели перед родами? Я их особо не помню. Но ты была уже в больнице, там, на сохранении... Не-не-не, у меня... Как я... А, я из дома поехала своего рожать. Вот в 4 часа у меня это... Живот начал тянуть, у меня роды принимала моя свекровь, она акушерок. Я ей звоню, говорю, всё, у меня живот болит. А она говорит, ну, полежи, подожди, сейчас я приеду. Я легла спать, просыпаюсь, сильнее болеть стала, ну, тянуть живот. Ну, она приехала, уже набрала мне ванну с солью. Я в ванной лежала, пока вот у меня там это... В раскрытии этой, чего там, в шейке, не знаю, как это называется. Даже вот, даже я не великала в роды. Ну, вот, лежу в ванной, там, муж со мной рядом сидит. У меня, кстати, тогда поддерживал перед родами. Ну, вот. Она потом повезла меня в больницу сама. Я полежала в ванной, там уже она говорит, что всё, пора ехать. Скажите, тебе 16 лет? Да, 16. А, это школа же еще в роде? Да нет, я закончила, тогда 9 класс. Я уже нигде не училась. Ты рожаешь? Рожаю я. О, ты помнишь? Да. Мы меня хотели записать на видео, как я рожаю, моя свекровь, но я отказалась, потому что, ну, не хочу я, чтобы снимали, типа, как я рожаю, но это не очень. Ну, а так, ну, что, они протекли нормально только, мне ноги держали, потому что, ну, больно было очень, я ноги сдвигала. Ну, и вот, ну, родила я довольно быстро, у меня в 4 часа схватки начались, а в 8 вечера я уже родила. Ну, вот помню, типа, мне хотели ребенка положить на это, ну, менять ей, типа, помойте ее, пожалуйста, сначала, а потом давайте. Ну, блин, противная такая рожденная ребенка. Ну, вот мне помыли, дали, я ее грудью кормила. Ну, было, я не помню, на самом деле, полностью своих тогда ощущений, но вроде было прикольно. Я вот, меня учили ее там пеленать, как ее там тиражать на ручках. Ну, мило было. У меня так, что там... А муж в этот момент трощал с друзьями, пока я рожала. И из роддома меня на отходах встречал. А ты через сколько ты трощала после того, как вышла из роддома? Ой, не... Много времени прошло. Я тогда даже, типа, отказывалась. Вот муж у меня дома приходил трощал и говорит, типа, я не хочу, мне надо. А потом, какой... Ну, не хотелось. Вообще, типа, барабану было. Я вот хотела бросить это. Ну, сейчас ребенок родился, я перестану употреблять. Ну, вот потом, может, два раза я отказалась. А вот, наверное, месяц прошло. Я, типа, ну, ладно, чуть-чуть покурил. Ну, что-то не пошло. Чуть-чуть. И, типа, прям затрачало. Ну, с рождением ребенка я стала реже употреблять, потому что я уже не могла так ходить, гулять. Дом приходилось сидеть. Ну, в основном муж домой просто приносил, его дома употребляли. А ты кормила? Да. И долбила? Да. Ну, когда долбила, кстати, у меня какая-то была в башке, типа, у меня был молокоотсос. И перед тем, как употреблять, молоко откачивала и давала из бутылочки. Ну, понятное дело, что это херня, но я так думала, блин, зато не солевое молоко будет. У меня еще такая херня была, мне казалось это смешным, а сейчас это, типа, так противно. Я, типа, мы с мужем уграли, что можно мое молоко продавать, типа, тарочкам, типа, солевое молоко, блин. Ну, это, это сюрприз. Я не понимаю, что у меня в башке, ну, понятное дело, там у меня мышление наркоманское, там все это было. Вообще, ну, типа, то, что наркоман, ну, вообще, срать на все, кроме наркотика. А вот то, что я во время беременности употребляла, мне сейчас так стыдно за это. Я очень рада, что на самом деле, что так случилось, что у меня дочка здоровая родилась. Я вот, не знаю, если бы она была нездоровая, я бы не знаю, что бы я сейчас сделала. Сколько с дочкой? Два с половиной. То есть она уже походит, говорит? Даже кружочки рисует. Мне мама скидывала фотку ее кружочков. То есть можно сказать, что ты, когда попала сюда, по-настоящему как-то, может быть, стала мамой? Нет. По-моему, я ощутила себя, нет? Вообще нет. Ты сейчас себя еще не ощущаешь? Ну, в полной мере нет. У меня нету к ней привязанности есть, но, скорее, любовь, наверное, как к младшей сестре. Ну, потому что, ну, сколько? Ну, я ей не занималась практически. А сейчас мужик? Сидит. Сидит. Посадили, кстати, его. Суд прошел. Десятого декабря, по-моему, на пять месяцев посадили. Ну, в общем, три года дали, но поскольку он был там в СИЗО, уже какое-то время, полтора года или два, полтора, ему вот пять месяцев осталось отсидеть в лагере. А потом его принудительно психушку предложили положить. Ну, это мама мне сказала. А что он делал? У него разбой, кражи и грабеж. Он в Колпино со своими дружками. Вот у него тогда знакомый из тюрьмы вышел, наш общий. И они что-то пошли, ну что, они то ли миф нюхали, то ли колеса. Я так не поняла, что они делали. Ну, и пьяные были. Я там шел доставщик еды, короче, из Макдональдса. И они украли у него телефон, а мой муж там вот видос есть на ютубе даже. Муж мой забрал у него просто еду из этого рюкзака, там, Биг Мак, по-моему, и картошку. Вот за это он сидит. Вот разбой, грабеж и кража. Ну, кража там еще, наверное, приписано, что в магазинах ворвал там это сыр. Ну, за херню сидит. Как ты это оцениваешь? Именно прошлую жизнь? Да, да. Все в целом, не только именно наркотики, а вообще всю свою жизнь. Про еб в времени, двумя словами. Объясни мне, как можно за... Сколько ты здесь ходишь, там? Четыре месяца. За четыре месяца понять, что все, что тебя окружает, то есть из всего, что там состоит, вот каждая твоя клеточка, из все-все-все-все-все, что в тебе есть, что это типа... Так, представила жизнь из-за других людей, которые вот столько жили, сколько мне, у них уже есть образование, работа. Если у них ребенок, то у них крепкая семья, возможно. Жилье, какой-то зарплаток, цель есть в жизни. А у меня была цель только гулять, бухать, торчать. Типа ночью там гулять. Ну типа, вау, потому что так круто. Типа ночью по себе гулять, пить пивас там или подторчивать. И типа, вот так. Ну то есть людям, по идее, там, многим, может даже всем, там, тяжело перестать есть после шести. Тебе, получается, нужно поменять все. Я хотела этого, пока употребляла, вот именно последние месяца-два. У меня уже, ну типа, надоело это все. Но я не могла ни признаться никому, что мне уже тяжело. Что я хочу что-то изменить в своей жизни. Типа, вот на отходах у меня было такое, типа, основу мысли. Или пока я не употребляю, пока у меня были там недели отрезвости, я думаю, блин, надо что-то менять. Типа, иду там что-то на вебкам, что-то, типа, это я считала, ну вот буду вебкамить, зато не буду употреблять, буду тратить деньги на ребенка, там, на себя, но не на наркотики. Еду с электрички, вон электрички, выхожу с электрички, встречаю своих обдолбышей, иду употреблять. И типа, у меня уже без разницы на мои прежние мысли. Давай отдельно, прям, про рука. То есть как происходит именно момент устройства на работу? Ну, вот изначально мне вообще подруга моя рассказала про этот заработок, дала мне контакт студии, я написала на WhatsApp, типа, здравствуйте, я узнала той-то, той-то, вот можно приехать на собеседование. Там спрашивают, сколько лет, пишу 18, скидывают адрес, приезжаю туда. Ну, просят, просто фоткают с паспортом, там никаких условий приема нету. Ну, вот, мне дают мой ключик от комнаты, я захожу в свою комнату, вижу, что она очень красивая. Там кресло такое стоит розовое, замшевое, типа, комп крутой. Ну, вообще там, короче, как это называется, дизайн комнаты очень такой, привлекающий внимание. Ну, сажусь на стул, мне объясняют, как там все, что писать, как заходить, кому писать, как там перейти в приват, все это остальное. И вот меня звали в приват, сначала я, типа, просто общалась, и... Мне было очень стрёмно, типа, я не знала, что писать. Ты зашла сразу в приват? Не-не-не-не, там сначала общий чат. Общий чат? Вот, да, там переписывать. Сколько человек сидело в общий чат? Ой, я не помню, честно. Ну, я одновременно переписывалась с семьёй мужчинами. Русские? Не-не-не-не, там князья России. А что, в России русские? У меня все плохо. А как ты переписываешь? А там автоматический переводчик, типа, пишешь, копируешь, нажимаешь там что-то, и он сразу сам переводит. И их сообщение тоже выделяешь, нажимаешь, и он их переводит. Окей. Вот. Я ещё молчала, потому что, я не знаю, английский, типа, и одному мужику он наврала, что я не мая. Ну, я не знала, как отмазалась. Говорю, а что ты молчишь? Ты что, из России? Я говорю, нет. Я из этой Эстонии, но я не мая. Я была... У меня был ник, это... Ладно, не буду говорить, как у меня был ник. Но, типа, мы были все из Эстонии на нашей студии как будто. Ну, вот. А я даже не знаю, не за себя, просто за саму ситуацию. Блин, сидеть перед каким-то мужиком, с раздвинутыми ногами. Там ещё такие какие-то дрочерные извращенцы все. Там мужик, короче, был. Он нахуй какую-то помпу надевал, блять, и просил, чтобы я на это посмотрела, блять. Я сидела вот так вот смотрела, как он там дрочивает. Вот это не очень. Мне вот это не моё. Меня это очень смущало. Мне было это неинтересно. Вот есть вот именно те, кто прям вот горит этой работой. А я просто из-за денег туда пошла. Там фут-фетишисты в основном. У меня, типа, вот моя страница, там написано, типа, стеснительная, молодая и фут, типа, ноги. Вот. Ты как это писал? Да, ну, это там администратор. Стеснительная, молодая и фут? Ну, типа, застенчивая, не стеснительная. Фут, типа, ноги. Стеснительная, ну, это тоже считается, как, типа, плюс? Ну, когда мы смотрели, ну, все мужики не смотрят на эти, там, эти теги. Ну, вот хотят, хотят стесняшку какую-нибудь. Я там прикидывалась, типа, такая застенчивая. И вот. Вот. И вот в основном ко мне такие шли, потому что они думали, типа, вот, надо меня заставлять, там, что-то, еще что-то. Я сидела там, такая, типа, смущенная, все. Вот. Ну, узнал? Нет, конечно. Он сидел. Откуда ему знать? Он уже сидел. Он сел год назад. А родители как-то потом? Мама узнала только, когда я сюда приехала. Все узнали, когда я только сюда приехала, когда я на форуме. Никто не знал? Вообще никто. Ну, не, а подруги знали, знакомые почти все. Что говорили? Нормально, они сами там подруги мои работали. Никто плохо не относился. Сейчас сама что думаешь по этому поводу? Ну, это беспонтово. Почему? Никакого развития. И, типа, больше всего меня, типа, так, тормозит, что это мнение сразу, вот, я же буду общаться не с своими трачками, а с нормальными людьми. А нормальных людей какое мнение складывается? Ой, прям шлюха. Дочь у меня есть, типа, тоже будет хатвая мать. Шлюха? Да, шлюха. Почему? Потому что продаешь себя за деньги какому-то или иному мужику, извращенцу. И даже это ощущение себя какого-то, куска мяса, когда тебе скидывают деньги, а ты что-то делаешь за это. Ну, вот именно с телом связано, это могут все. А вот, типа, достичь чего-то, там, именно, вот, обучиться, добиться, именно, типа, трудом, ну, это уже другое. Мне вот хочется именно такого. А то, что я могу сесть, раздвинуть ноги или сиськи показать, ну, типа, чувствуешь себя, мужик, не знаю, ну, куском говна, использованный такой тряпкой, как будто. А чего тебе хочется? Ну, на данный момент я хочу, после того, как я закончу программу, если у меня получится остаться тут воспитателем работать, вот, типа, в этом центре. Ну, потому что мне хотелось бы помогать людям, как я, делиться опытом своим. Потому что, ну, во-первых, я их буду понимать, типа, я же сама была наркоманкой, я смогу с ними как-то взаимодействовать, ну, что-то подсказать. Ну, что. А параллельно работе этой учиться, может быть, онлайн на парикмахера. Ну, или, не знаю, там, очно-заочно, не знаю, как это называется на парикмахера. Потому что мне это тоже интересно, типа, встречу людей, но это круто. Я даже тут мальчиков всегда стрелу. Вот. А в личной жизни? В личной жизни? Ну, я хочу семью. Мужа хочу. Какого? Нормального. Нормального.